МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В столице Мордовии прошли тактико-специальные учения. Пока весь город спал, Республиканская аварийно-спасательная служба отрабатывала навыки по размещению пунктов обогрева и оказанию медицинской помощи. Практически в поле при 12-градусном морозе спасатели выполняли свою работу. Более 40 сотрудников в ночь со вторника на среду оперативно выполняли задачи по спасению пострадавших и оказанию первой медицинской помощи. По легенде, на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о крушении самолета в юго-западной части Саранска. Два пилота и пять пассажиров оказались в опасности. Пять групп спасателей отправились на поиски пострадавших и двух черных ящиков, в которых находились еще и опасные химические вещества. Наша задача в средствах химической защиты извлечь все это и доставить летчика непосредственно в карету медицинской скорой помощи. Также у нас на сегодняшний день это уже не совсем для нас привычно. Мы первый раз это делаем. Мы разворачиваем пункт обогрева. Группы спасателей выполняли поставленные цели и задачи. Кто-то ликвидировал последствия аварии, занимался поиском и спасением, а кто-то эвакуировал контейнеры. Один из них нашли на дне водоема. В работу включились водолазы. Впервые в таких условиях были организованы пункты обогрева и оказания первой помощи. Параллельно со специальными группами по спасению другие сотрудники организовали целый полевой лагерь. Такие учения нужны для развития, приобретения и сохранения навыков, необходимых для работы в чрезвычайных ситуациях. Наталья Макшаева, Александр Гурьянов. Происшествие. Десятый канал. Несмотря на то, что лицам до 18 лет продажа алкогольной продукции запрещена, как показывает практика, подростки находят пути обхода этого закона. А точнее, тех, кто его не соблюдает. Бороться с этой проблемой в МВД решили с помощью профилактической операции «Алкоголь подросток». Инспекторы по делам несовершеннолетних первым делом заглянули к тем из детей, кто уже попадался в нетрезвом виде и состоит на учёте. С подростками ещё раз провели профилактическую беседу. Распевать в общественном месте тоже нельзя, да? Ты же об этом знаешь. Да. В школе всё нормально сейчас? Пробу, нет занятий? Такие визиты домой для сложных подростков не сюрприз. Они привыкли к пристальному вниманию инспекторов по делам несовершеннолетних. Ещё одной точкой проверок полицейские выбрали магазины и развлекательные заведения. Разбираются ли здесь с возрастом клиента перед тем, как продать горячительное? Вчера буквально захотели, если не будет, что мы будем проводить 17 лет, мы не проводим. Пока сотрудники МВД не выявили ни одного нарушения. Но это не значит, что владельцам торговых точек и кафе можно расслабиться. Операция «Алкоголь подросток» продолжается. Дарья Аберясева, Происшествие, 10 канал. Управление уголовного розыска МВД по республике Мордовия устанавливает местонахождение Манеева Юнира Шамильевича, 1970 года рождения, уроженца города Саранск, который числится в федеральном розыске по подозрению в серии мошенничеств. Если вам что-либо известно о местонахождении Манеева, просьба сообщить по телефону 29 84 91 29 86 52 или 102. Третий отдел полиции Саранска по подозрению в совершении кражи разыскивает неизвестную женщину. 12 октября 2016 года, находясь в офисе компании, расположенной по улице Александра Невского, она похитила кошелек, в котором находились 5000 рублей и банковская карта. Примета подозреваемой на вид 45 55 лет, среднего телосложения, рост 165 170 сантиметров. Если вам что-либо известно о личности или местонахождении этой женщины, просьба сообщить по телефону 29 90 02 или 102. Следственный комитет Мордовии разыскивает 63-летнего жителя Качкуровского района Зимина Александра Александровича, который в июле 2016 года ушел из дома своего знакомого в селе Напольное Тавло и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. По факту его безвестного исчезновения возбуждено уголовное дело по статье убийства. Приметы Зимина. Рост 175 сантиметров, волосы седые, глаза темные. Был одет в короткую трехцветную куртку, черный комбинезон, темно-коричневые ботинки. Особые приметы. Родимое пятно на лице. Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Зимина или обстоятельствах его исчезновения, просьба сообщить по телефону 56 07 14 или 102. Они настойчиво ждут от тебя благодарности? Они просят понять. Ведь у них тоже есть начальники. Они быстро решают проблемы только для своих? Не корми коррупционеров. Живи честно. Телефоны управления ФСБ России по Республике Мордовия. 282-828. 288-888. Круглосуточно. 105 и 6 АФМ. 105 и 6 АФМ. Милицейская волна. Пожарная охрана городсера. Что случилось? Пожарная охрана городсера. Пожарная охрана городсера. Круглосуточно. 108-9. 9-9. 108-9. 109. Продолжение следует...